всем 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 привет ребят в сегодняшнем ролике мы с вами немного рассмотрим тот один маленький товар который добавили у нас в вип-магазин вот анонсов я по нему не видел ничего такого я не видел единственное что на прошлой неделе если я не ошибаюсь мы обсуждали этот товар у нас в чате в телеграме вот который там благополучно появился в пятницу прошло если не ошибаюсь и таким же странным образом пропал вот но я успел как бы выхватить один экземплярчик но не доходило времени пока до видоса да и думал как бы что будет хоть какой-то анонс понимание вообще ну вы добавили классно молодцы объясните там короче хоть какие-то новости предоставьте но пока ничего но на этой неделе заметил что товар благополучно есть в магазине он никуда не девается и буквально сегодня тоже есть вот и соответственно пришло время записать ролик что это такое что у нас добавили вот ну и немного я бы с вами хотел затронуть по поводу опять же вот этих вот обычных товаров в вип-магазине и экономики в игре на в плане что лучше брать что выйдет по сути по себе стоимости так сказать дешевле вот варианты и так далее ну не суть всем приятного аппетита приятного просмотра а мы погнали а что же за товар у нас добавили ну тех кто у нас находится в чате телеграме уже это я думаю видели вот такой вот нам добавили товар множественная тренировка вот x2 вот доступен он со второго уровня точно насколько я помню на вип 2 я проверял он там тоже есть вот что же он делает ну по сути для ленивых при тренировке любых видов ваших войск теперь появляется вот такая вот иконочка значок о том что будет тренироваться ну то есть в данном случае у меня есть x2 вот такая вот медалька то есть у меня будет за один заход тренироваться в два раза больше войск чем обычно соответственно также вот это вот кнопочка рядом вот такой вот окошечко у нас появляется показывает нам о том что есть еще множественная тренировка 5 раз и множественная тренировка 10 раз на то и соответственно в данном случае это у нас вот то что я в магазине випке могу взять такая вот кнопочка синего цвета да у нас еще есть типа эпичная фиолетовая и золотая типа легендарная да то есть можно 5 раз больше за раз тренировать либо в 10 раз больше почему я ждал новость потому что я ждал именно по этому моменту то есть в В VIP-магазине у нас доступны только X2-тренировки. Вот, по X5 и X10 нигде не было инфы, я ждал, ну, где она появится, может, в каких-то акциях будет, да, там, или еще что-то. Но в VIP-ке я пока не увидел X5, X10, возможно, конечно, на пятом уровне, но я сомневаюсь, хотя не исключаю. На пятом уровне VIP-ке я имею в виду. Вот, либо, ну, соответственно, будем ждать это все в каких-то, опять же, бонусах, маленьких акциях, и где это все может выпадать. Что это, по сути, для нас? Ну, давайте для начала вот это вот меню рассмотрим, то есть, есть вот такая вот кнопочка автоматическая, активировать автоматически, либо автоматическая активация. То есть, по сути, если у вас есть хоть какой-то из этих купонов, и стоит эта галочка, то при следующей тренировке вам сразу будет выставляться с купоном, вот, тренировка X2, либо X5, либо X10. То есть, вы это можете отключить, соответственно, вручную контролировать, когда вам нужно это включать, что, в принципе, я вам и рекомендую, потому что, если вы тренируете в войсках, ну, в принципе, каждый день, да, там, потихоньку, то, ну, такие вещи, я думаю, выгодно использовать именно в пятницу, когда день тренировок. Вот, то лучше, конечно, отключить эту активацию, вот, и уже включить, когда вы будете выполнять гонки. Что здесь у нас? Ну, по сути, если я ее отключаю, соответственно, у меня тренировка 9850, все по стандарту, 23 часа 20 минут. Вот, соответственно, если я ее включаю, то у меня, видите, ползунок уже можно увеличить до 19700, тренировка день-день, 22 часа 40 минут. Ну, в принципе, я думаю, по времени там все чутенько должно сходиться, вот, если в два раза больше, то и времени будет в два раза больше. Ну, считать не будем сейчас здесь, не принципиально. Ресурсов, соответственно, тоже увеличивается, как за две тренировки. То есть, вот, по сути, ну, вещи удобные для тех, наверное, кому лень это все делать, особенно, когда они там пытаются взять МВП, наверное, в день наших тренировки войск. Для меня, допустим, это неудобно, говорю сразу. Почему? Потому что вот именно на этой базе мне хватает трех тренировок, чтобы закрыть гонку на войска. Да, то есть три раза по девять там с копейками мне хватает. Здесь же, ну, X2, то есть, по сути, мне нужно сделать четыре тренировки. То есть, ну, одна лишняя. По сути, конечно, хуже не будет, но по ускорителям, конечно же, я буду проседать. А для моих других баз, где у меня еще нет лагерей всех, где у меня не тут, сейчас, ребят. Нет лагерей всех 25 уровня, то мне там нужно четыре тренировки. То, конечно же, там это будет мне выгодно. Здесь же, вот они. Здесь лагеря у меня все 25-го. Вот, соответственно, вот эти вот. Соответственно, скорость тренировки, ну, и технологии там и так далее. Короче, скорость тренировки и объем у меня, в принципе, максимальный, который может быть, насколько я понимаю, в игре. А вот, ну, плюс там еще все герои, соответственно, и золотые, и синие тренировочные. Все это есть. Вот. И мне, по сути, вот видите, это все пришло к тому, что это все округляется у меня в три тренировки. На других базах я проверял. Мне нужно делать в среднем четыре, а иногда даже пять. Ну, где лагеря вообще сильно не прокачаны. Там где четыре, конечно, удобно. То есть, я могу взять два раза по x2, сделать в итоге всего лишь две тренировки. Настолько я ленивая жопа. Вот. Причем, да, с нашими ускорителями тоже бонусными от випки. Вот. То есть, четыре раза класснуть. Даже не четыре, шесть или восемь. И все, и гонка готова. Ну, это единственное, что удобно, как бы. Ну, хорошо, если взять часовые гонки, где на ускорителе тренировок, либо ускоритель любого типа. Типа, да, там нужно, конечно, тренировать много, и там это все подойдет. Как по мне, допустим, как по мне. Фишка, конечно, удобная, прикольная, но, по сути, бессмысленная. Настолько на ленивых, что просто ужас. Вот. Соответственно, стоит она всего лишь пять тысяч вип-очков за одну. В общем, вроде как ничего, да. То есть, можно купить десять штук в день, потратить пятьдесят тысяч вип-очков. Ну, как по мне, цена довольно-таки завышенная. Может быть, если бы они стоили хотя бы тысячу, либо, я не знаю, пятьсот вип-очков, я бы брал. Вот. За десять штук с два до пятьдесят тысяч. Ну, ребят, извините, за пятьдесят тысяч лучше себе хотя бы один, но купон возьму. Да, SuperNight. За те же пятьдесят тысячи. Это намного выгоднее и профитнее, чем просто игра экономит мне время, что я поклацаю меньше. Вот это все дело. Ну, окей, лучше больше поклацаю. Ничего у меня страшного с этим не случится. Ну, вот так вот, короче, оно есть. Я думаю, это, конечно же, опять же, акцент на то, что покупайте-покупайте вип-ку. Она очень нужна. Ну, по сути, да. Очень много вещей здесь заступных. Вот. Ну, немножко, конечно, иногда печалит то, что многие прикольные и нужные фишки вводятся через вип-ку. И насколько это все становится заметно в плане того, что то, что нам не хватает в плане комфорта в игре, да, то есть то, что многие игроки просят, допустим. Ну, то, что мы уже, в принципе, с вами обсуждали, все вот эти вот там привилегии виповские. Вот. По сути, это то, что нам нужно в игре. То, что мы просим, да, чтобы нам было более комфортно играть. А разработчики наши, как вы понимаете, у них предпринимательская жилка очень хорошо работает. Поэтому они прекрасно понимают, что за комфорт нужно платить. Поэтому хотите играть комфортно в нашу игру, будьте готовы, соответственно, купить вип-ку, а потом играть комфортно. Но, опять же, еще возможно купить вип-очки, чтобы это все купить. Ну, либо накопить алмазы и купить за алмазы, что, в принципе, тоже не запрещено. Вот. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, да, что, как говорится, нет вип-ки терпеть. И есть вип-ка, ну, можешь чувствовать себя более комфортно. По сути, конечно, что то, что то, это, ну, как по мне, плата за комфорт. Вип-ку большого нагиба не даст. Хотя бонус, конечно, у нее есть. В плане атаки, защиты и так далее. Вот. Ну, по сути, это то, что вот новые добавили. Не знаю, что будет со всеми остальными ускорителями. Х5 и Х10 я имею ввиду. Возможно, где-то вы их будете встречать в наградах. Ну, удобно, да. Ну, смотрите сами, как их там использовать, так сказать. Дальше мы с вами поговорим немного по поводу вот этих вот товаров в плане экономики. Я тут немного посидел, посчитал чуть-чуть. Вот, хочу с вами поделиться. Ну, для тех, кто, в принципе, в этом всем в курсе, я думаю, понимает прекрасно. Для них это будет не новость. А что я хотел бы здесь рассказать? Ну, вот мы с вами, в принципе, в свое время по випке под этим товаром пробегались. Но никогда в среднем особо не рассчитывали экономику. Я думаю, такую расчету уже где-то, в принципе, были. Либо опытные ребята вам рассказывали, что где лучше брать, что где лучше не брать. Вот. Но я вам лучше всего покажу это, так сказать, более воочию. Как это все посмотреть. Итак, начнем мы с самого простого, с товаров, которые, по сути, у нас, ну, недоступны, кроме как за реальные деньги, да? То есть, ну, фиолетовые, понятное дело, хотя они бесполезные. А наши купоны, ну, окей. То есть, ну, больше мы никак их не можем где-то получить, кроме как наград и випки вытащить. Ну, и, соответственно, только покупать. Поэтому, ну, здесь однозначно я даже не буду рассчитывать. Здесь эта вещь полезная, нужная, но стоит довольно-таки много вип-ачков. Соответственно, расчет на то, что вы будете вдонатить еще в покупку вип-ачков. Ну, хотя бы по понедельникам. Вот, когда идет еженедельная акция. Вот. Ну, окей. Идем дальше. Энергетические ядра. Здесь однозначно, конечно же, будет немного выгоднее. Почему? Потому что, если вы будете, допустим, делать деталь, на которой у вас не хватает ядер, а вы такую деталь сделать сможете за алмазы, игра вам автоматически их докупит. Вот. Да, такой механизм есть. То есть, если кто не видел, сейчас, ну, примерно покажу. Ну, то есть, если вы там крафтите деталь, допустим, вот, если бы у меня вот здесь вот не хватало бы синих кубов, то я бы смог сделать эту деталь. Потратились бы все кубы, которые есть. Ну, и, соответственно, это бы мне стоило в алмазах довольно-таки прилично. Очень прилично. Я там не помню, какой там идет расчет, но очень огромное количество алмазов бы нужно было слить. Что, по сути, конечно, делает такое производство деталей бесполезным. Лучше накопить себе синие кубы. Вот. С красными такое не работает. Сразу говорю, чтобы вы не думали, что вы там можете просто за миллионы алмазов купить себе ядовитый клинок без красных кубов. Нет. Это однозначно нет. Поэтому, что здесь, ну, ядра полезны. Брать их здесь немного, всего лишь 1200 штук мы сможем взять. Вот. Ну, как бы, это есть. И это все стоит 36 тысяч випочков. 36 тысяч випочков, по сути, для нас, если брать их за алмазы, то это у нас, сколько здесь у нас? 7,5. Вот. И еще потом полторы тысячи. Насколько я понимаю. Вот. 9 тысяч алмазов. Это будет стоить. Если взять за алмазы випочки и купить их, соответственно, за них данные синие ядра. Это немного, это не могу сказать, что прям крайне выгодно. Работает только, я говорю, сразу на начальных этапах базы. Ну, то есть, если вы реально там на 20 уровне базы своей сразу купили випку, вот, сразу открыли там себе второй уровень, если не ошибаюсь, или на первом есть. Вот, соответственно, вы в плюсе, вы можете быстрее себе клепать ядра, потому что вы их будете и так делать, и, соответственно, вы будете еще, может, випки покупать. Это выгодно. Да. Что здесь еще? Есть медаль за отвагу. Тоже, естественно, очень работает в плане начала. Начало развития базы, если вы сразу же взяли себе випку, здесь их можно будет брать немного, всего лишь 500 штук за 50 тысяч випочков. 50 тысяч випочков у нас это 20, это 12 с половиной тысяч алмазов, что очень и очень, как по мне, недурно. Для сравнения, чтобы вы понимали, да, 500 медалей за отвагу, по сути, да, у нас есть с вами вот такие вот торговые поставки. Пожалуйста, у нас есть поставка, не та, прошу прощения. Вот. Точно такая же, по сути, поставка. 500 штук в день, в течение 7 дней, за реальные деньги. Ну, по сути, здесь сколько там? 10 долларов, если я не ошибаюсь. То есть, открывая випку, если вы это делаете на начальном, это випазы, когда очень много нужно вот этих вот медалей за отвагу, чтобы быстрее вас вал прокачать, это очень выгодно, потому что вы, по сути, могли бы покупать их вот здесь за 10 баксов каждую неделю. Там вы будете брать всего лишь за 12 500 алмазов, которые вам, в принципе, приходят каждый день, ну, порядка там 30, 40, 50 тысяч со всех коробочек. Соответственно, если вы берете и там, и вы еще берете здесь пакет, вот этот вот снабжение, то, естественно, вы бустите свою базу в два раза быстрее. Ну, так, в принципе, некоторые донатеры и растут. Вот. Поэтому, по сути, вот такой вот вип-магазин по медалям за отвагу может вам экономить 10 баксов в неделю. Ну, а сама вип-магазин стоит 100, поэтому, да, понимаем, что, по сути, она, конечно, себя в какой-то степени отбить может, хотя сложно сказать в нашей игре, что она что-то отбивает, потому что все равно здесь везде одни расходы, здесь прибыли для вас никакой. Ну, кроме разве что, что вы быстрее прокачаетесь, сможете, возможно, кого-то быстрее вознагнуть, так сказать, но не более того. Если вы там чувствуете прибыль, то, да, она вас вознаграждает. Дальше что? Ну, давайте посмотрим телепорт. Их можно взять всего два. Один стоит 6 тысяч вип-очков. 6 тысяч вип-очков у нас с вами получается. Это полторы тысячи алмазов. Да, если я не ошибаюсь. 6 на 250, да, полторы тысячи. Обычный телепорт у нас, по сути, стоит 2 тысячи, если я не ошибаюсь. У меня этих телепортов дофига, не посмотрю, да? Да. 2 тысячи, сейчас гляну еще в магазине. За вип-очки, если мы берем, то, соответственно, получается полторы тысячи. Вообще тут есть, нет? В войне, по-моему, да? Да, 2 тысячи он стоит вот. То есть, по сути, если вам прям категорично нужны телепорты, что, конечно, в дальнейшем просто становится бесполезным товаром, потому что у меня их там, ну, хватает, они накапливаются потом, они не нужны. Но поначалу, опять же, в начальном развитии, если оно есть, по сути, вы можете взять его за полторы тысячи, два штуки в день, там, это точно. Экономия, ну, тысячу алмазов на двух телепортах вы сэкономите. А вот, поэтому могу сказать, что да. А вот, ну, конечно, их еще можно взять у нас за вклады в Альянсе за 400 тысяч. Ну, как по мне, 400 тысяч – это довольно-таки запредельно дорого. Я лучше возьму ускорители или еще что-то. Ну, опять же, в зависимости от уровня развития. Ну, можно, альтернатива как бы есть, да, понимаете? Что можно там в коробочках, в сундуках взять, можно в магазине Альянса взять, можно випки взять. Вот, тут уже смотрите, можно просто за алмаза телепортироваться, вопросов нет. Окей, идем дальше. По ресурсам. Все просматривать не буду, покажу лишь, ну, по сути, два варианта, которые показывают, что они тоже немного, но выгодны. Возьмем, допустим, лес. Один миллион стоит 10 тысяч випочков. 10 тысяч випочков у нас – это 2 500 алмазов. А если просто взять лес, вот у вас, допустим, ну, не хватает, не знаю, вы уже все фермы почистили, вам не хватает чуть леса на что-либо, пожалуйста. Есть лес в магазине, 3 300 стоит по алмазам. Понимаете, да, там 2 500, здесь 3 300. Вот вам, по сути, сколько там, 800, да, алмазов на миллионе дерева экономят. Но, естественно, как и везде, вот, как говорится, есть немного и свои нюансы. Какие в плане того, что лимит? Лимит на 8 миллионов. Вы сможете только взять свипки каждый день. Поэтому, если вам нужно больше, ну, вы понимаете, да, лучше грабить ферму. Ну, вот, но, по сути, вам, да, если вы пытаетесь где-то за ресурсы, вот, платить алмазами, то, конечно, випка вам немножко даст выгоду. Хотя, как бы, сами вы понимаете, да, что если есть фермы, если вы не спешите там на лишний раз и прям, ну, вот, нет острой нужды, либо если даже она есть, можно у кого-то попросить те же ресурсы, и потом их просто вернуть со своей фермы. Да, это необязательная трата, как бы, в вип-магазине даже я бы на это тоже не тратил випочки. А вот, единственное, что я обычно мог себе взять в випке в плане ресурсов, это электроэнергию и воду. Это только в ДД, и когда нужно пулять ракетами, где это все уходит очень и очень быстро. Тоже, естественно, это все выходит довольно выгодно. Ну, в плане того, что я экономлю алмазы, если бы я это покупал за алмазы. Конечно, в идеале это все невыгодно, но вы этого не слышали. А что еще здесь есть, чего, в принципе, нет у нас в магазине, так это наличных. Да, вот. В тот момент, в принципе, когда-то у меня были такие нюансы, когда я сталкивался, что мне не хватало на что-то наличных, и мне срочно нужно было что-то там, чтобы поднять, там, увеличить какой-то уровень, не знаю, там, исследование либо базы и получить, там, закрыть коробочки. А я понимаю, что у меня там даже классовые, уже без прочности, я не могу даже с фермой их вынести, по сути. Ну, и все там уже идет прям чуть ли не на секунды, на часы, на минуты, что вот я понимаю, что и прочность не успеет восстановиться, нифига я не вынесу. Короче, тогда да. Почему? Потому что за алмазы, в принципе, такого товара, как деньги, там нет. Да, в принципе, если вам нужно что-то строить или исследовать, вы можете эти деньги взять за алмазы путем моментального ускорения строительства либо исследования. Да, ну, то есть, вот такого вот плана, если вы там собираетесь что-то делать, вот, ну, грубо говоря, да, то есть, если я вот тут нажму, то оно все пойдет. Даже если у меня не хватает ресурсов. Игра их автоматически докупит. Ну, естественно, они стоят баснословных алмазов, и это вообще невыгодная трата. Поэтому, если вам прям безумно нужно, и безумно негде взять, и безумно не хватает, по-другому этого нельзя назвать, по сути, два лимона здесь взять можно. Да, восемь пакетов по 250 тысяч. А вот. Ну, это такое. Это если прям не хватает. Вот. Про отметку командования я особо брать ее не буду. Для этого нужно быть R4, как видите, да, игра мне показывает, хотя они у меня есть. Вот. Ну, как бы, это просто метка на карте, которую дополнительно могут ставить R4, которую вы будете видеть. Все. Вот. Толку от нее мало. Я заведомо пропустил, как вы видели, материалы. Ну, точнее, да. Здесь фиолетовая коробочка появляется. Они тут тоже идут с периодичностью. Сейчас вы, как понимаете, здесь нарисован у нас фантом. То есть, ну, сегодня здесь летали фантома. Другой день там другие детали. Ну, такая же фиолетовая коробочка. А что у нас здесь? По сути, да. А мы берем, ну, максимум, как видите, можно взять 10 за 120 тысяч. Мы берем, допустим, одну. Это 12 тысяч випачков за фиолетовый материал для фантома. Окей. 12 тысяч. Это у нас, по сути, 3000 алмазов. Идем в магазин. Соответственно, здесь мы берем другое. Находим наш фантом. Пожалуйста. Три шестьсот. Это то, сколько вам выйдет деталь, если просто вот взять себе там в магазине целый ящик там себе на все алмазы, допустим, на все деньги. Вот. И так далее. Эта вещь помогает тоже на начальном этапе. Особенно, когда вы только там себе крафтите первый какой-нибудь золотой комплект. У вас есть дофигища, конечно же, алмазов поначалу, если вы там их копили. Выгодно брать здесь. Но с деталями немножко сложнее. Сейчас я вам сразу просто объясню, чтобы это уже просто было более понятно. Мы сейчас будем сравнить три вещи. Первый это VIP. Второй это просто магазин здесь за алмазы. И третий это сам завод деталей. Итак. Сейчас получается, что если вы будете брать фиолетовые материалы из VIP-магазина 10 штук за алмазы, путем приобретения VIP-очков за алмазы, вы экономите. Экономите, соответственно, получится 600 алмазов на одном материале. 10 штук, соответственно, 6000 алмазов вы экономите. Окей, это все круто. Почему я сказал на начальном этапе это будет даже выгодно? Потому что на начальном этапе у многих фабрика деталей наших заводов, он еще не 25 уровня. То есть, соответственно, производство там материалов, оно идет дольше. И, соответственно, еще и другого цвета. Ну, цвета разницы на самом деле не имеет, потому что по времени все выходит один в один. То есть, там вообще не имеет этих самых. Никакого влияния не имеет. Делаете вы сразу зеленые детали. Да, вот такого цвета. Либо вы делаете базовые материалы, они у вас будут белого цвета. Да, то есть, по времени выходит то же самое. Но вы делаете белые детали 10 штук, соответственно, обычных вы делаете 5 штук. По времени, если все совокупно сложить, то на то и выходит. Что вы сделаете 20 зеленых деталей за x времени. Что путем белых деталей вы сделаете, опять же, 20 зеленых за тот же x времени, по сути. Вот. Но здесь выгода в чем? Поэтому, пока у вас фабрика не на самом высоком уровне, у вас, соответственно, скорость производства хромает. Потому что, когда она на 25 уровне, у вас скорее производства в 100%. Вот. Почему я это все веду плавно к этому всему? Потому что вы, по сути, можете делать материалы путем ускорения за алманы. Да, то есть, ну, либо просто за ускорители. Купив там где-то, либо насобирав. Ну, соответственно, что же выгоднее? Выгоднее брать их в вип-магазине, либо выгоднее делать их здесь? А здесь два нюанса. Вот первый, это я вам сейчас назвал. Это то, что если у вас фабрика еще не 25 уровня, если у вас еще технологии не изучены на скорость производства, вот, у нас они с вами находятся, их аж три, если я не ошибаюсь, вот здесь. Да, то есть, у нас вот они первые идут. Создание текущего уровня 10%, второй, соответственно, 20%. И вот здесь еще третий тоже 20%. То есть, по сути, еще 50% вам прибавляется к скорости. Если у вас это все не изучено, то, соответственно, скорость их производства очень-очень большая. Точнее, не скорость, правильно выразился. Скорость их, время их производства очень большое, именно долгое, так сказать. Вам нужно просто больше алмазов, чтобы ускорить себе эти материалы, да? Вот. Соответственно, в таком случае, в таком случае, брать их свитки выгоднее, потому что они выходят вам очень и очень дешево, потому что там это 3000 алмазов просто в магазине 3600. А здесь, допустим, чтобы создать одну фиолетовую, вы бы там потратили, допустим, на 5000. Ну, я условно, я не буду считать, потому что в зависимости от уровня, в зависимости от технологий, вот этих вот 1, 2, 3%, которые поменяются, поменяются и, соответственно, суть. Но. Здесь есть важное но. Если все-таки у вас уже фабрика стала 25 уровня, это уже ближе, так сказать, к середине, так сказать, развития базы уже обычно. Вот. И технологии у вас хотя бы на скорость производства, то, что я показал, уже изучены. То есть вы имеете максимальную скорость производства. Давайте теперь, соответственно, сравним. Здесь тоже есть два нюанса. Тут уже, опять же, как вам повезет. Итак. Что здесь у нас? Ну, давайте возьмем по материалам. У нас есть вот эти вот три, которые производятся одно и то же время, по сути, да, такие как базовые материалы. И спецматериал, который там, грубо говоря, производится подольше. Значительно подольше. Вот. Соответственно, вам может выпасть из коробочки любой. Да, ну, то есть, если мы, допустим, вот здесь вот возьмем себе сундучок. Один какой-нибудь. Вам выпадет любой из этих четырех материалов для фантома. Вам, может, повезет. Забегая сразу, вам, может быть, повезет и вам выпадет материал, который делается долго. А может, не повезет. Вот, материал, который делается недолго. Ну, обычно вам не повезет. Вот. Это уже тоже проверено, так сказать. Мы вскрывали первопроход. Там и тысячи таких коробочек, и две тысячи. Не везло. Вот. Ну, суть в чем. Допустим, если вам не повезло. Сейчас я эту деталь убираю. Вот. Вот она пошла. Шесть часов. Да. Это стоит мне 752 алмаза. Теперь. Путем нехитрых математических расчетов. 752 алмаза стоит, по сути, мне пять зеленых обычных деталек. Материалов, не деталек. А вот нам нужна одна фиолетовая. Для одной фиолетовой нам понадобится четыре синих. Для четырех синих нам понадобится шестнадцать зеленых. Вот. Получается. Одна зеленая. Один зеленый материал нам обходится в среднем в 150,4 алмаза. А умножаем это все, соответственно, на 16. И мы с вами получаем, что в среднем, конечно же, там нужно чуть больше бы сделать, но по математике вы выйдете в ноль. Для того, чтобы сделать одну фиолетовую, один фиолетовый материал, вот такой, вот такого типа, да, мне понадобится две четыреста шесть алмазов. Это не три тысячи и не три тысячи шестьсот. Получается, выгоднее делать за ускорители именно на нашей с вами фабрике, когда на максимальном уровне, когда скорость производства максимальная. Опять же, это если вам не повезло, если из коробочки вот этой вот за три тысячи, которую в вип-магазине вы можете взять, вам выпало вот такой вот материал. Теперь давайте посмотрим более дорогой материал, который дороже у нас с вами производится. Вот, соответственно, возвращаемся. Я убираю этот материал. И у нас с вами 12 часов делается вот этот вот самый долгий материал, по сути, да, 1403 алмаза мне нужно, чтобы сделать пять зеленых. Давайте посчитаем. Итак, 1403 делим на пять зеленых, получаем 280,6 алмазов за один такой зеленый материал. Для получения фиолетового нам, опять же, нужно 16 штук. Получается у нас 4489,6. Понимаем, да? Что за счет ускорителей вот эти вот детали, точнее, детали, материал, вечно на своих деталях, вот этот вот материал нам невыгодно делать. И, по сути, он нам обходится больше и дороже всего. Но вы понимаете, да, что это рандом. Покупая коробочки в магазине, покупая коробочки в вип-магазине, даже дешевле, где гарантия, что вам все время будут выпадать вот эти вот материалы, которые дольше всего производятся. Понимаете, да? В этом у нас с вами и суть. Суть в том, что даже за счет ускорителей вот эти материалы делать более всего невыгодно. Тут, как бы, есть, конечно, два варианта. Первый вариант – это пробовать и экспериментировать с производством деталей, где будет у вас не 100% шанса, а 60%. Ну, то есть, допустим, три золотых, одна оранжевая. И как раз оранжевая должна быть вот этого вот. Вот это вот материал, который дольше всех производится. Возможно, вам повезет. Но если нет, то вы потратили впустую какое-то количество материалов. Вот. Второй момент, конечно же, это брать какую-то часть просто из коробочек и таким образом сэкономить. Но, по сути, тут даже далеко ходить не нужно. Я вам сразу говорю, что если вы даже возьмете 10 коробочек, и вам, в принципе, там выпадет два вот таких вот материала, да, на которые бы вы потратили 4,5 тысячи алмазов, и вам выпадет два из десяти, то, считайте, вы сэкономили на двух, но при этом на восьми вы потратили больше, чем нужно. В среднем, я уверен, вы где-то будете выходить на ту же самую цифру. Поэтому, по сути, выгоднее всего это делать материалы на фабрике, когда на максимальном уровне с максимальной скоростью. Если же нет, если вы там тратите много алмазов и ускорителей, то, скорее всего, вам стоит, но, опять же, это все на начальных этапах, вам стоит все-таки лучше задуматься о том, что вы возьмете себе или будете там эти коробочки брать просто в магазине, либо даже в вип-магазине. Вот так вот мы с вами немного, конечно, забежали из вип-магазина, плавно перешли немного к деталям, но, по сути, мы с вами рассмотрели практически все самое необходимое. Конечно же, здесь еще нет всех товаров, потому что в определенные дни здесь добавляется еще у нас, соответственно, медали для Т-10, для передовых технологий, которые тоже, в принципе, вам, по сути, будут экономить вот такую вот торговую поставку, да. При том, что, ну, практически они вам будут точно так же экономить. Почему? Потому что вы сможете взять 2 тысячи в день. Здесь, конечно, 3,5 за 7 дней, но здесь зареальные деньги, поэтому она вам, по сути, будет экономить 5 долларов, допустим, если бы вы их просто покупали. В своих магазинах вы их будете брать, соответственно, за алмазы, условно-бесплатно. Точно так же и новые суперяды, которые добавили, да, 4 тысячи в день, по сути, тоже. Можете это все посмотреть, сколько он стоит в поставках. Вот. На этом у меня все, ребят. Увидимся в новых видосах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok